Всем привет, друзья! С вами Александр Петров и сегодня у нас в нашей с вами виртуальной студии игрушка под названием Stellaris. Вышла она в этом году. Честно говоря, столкнулся я с ней буквально вот совсем недавно, пролистывая Steam по скидкам на Черную Пятницу. Ну и заинтересовала меня эта тема, потому что я люблю всё, что связано с космосом, особенно там космические всякие стратегии в том числе. Ну и полетать тоже люблю, поисследовать. В общем, всё-всё-всё, это мне интересно. И решил я взглянуть на эту игруху. И сначала было вообще сложно понять, о чём же эта игра. Либо это стратегия, либо это какая-то экономическая стратегия, либо это заповоевать, либо что. В общем, немножко разобравшись, посидев, разобравшись, что же там происходит, я понял, что это, знаете, как в том самом клипе. Вот это Европа Универсалис, вот это Мастеров Орион. А-а-а! И получается у нас Стелларис, друзья. То есть, это в чём-то Мастеров Орион, то есть у вас есть всякие различные фракции, разные-разные планеты и всё такое. Но вот экономика и механика всяких междуфракционных связей, всяких событий, всё как происходит и развитие, она чем-то напоминает Европу Универсалис. Ладно, не будем тянуть сказки рассказывать. Давайте прямо уже посмотрим, что же это и как же, чё, как играть. Значит, у меня тут... Вы можете создать свою собственную нацию для развития. Ну, изначально выбираете из-за того, что существует. Два вида человечества. Здесь рептилоиды, пернаты, членостологии, моллюскоиды, грибовидные, млекопитающие. В общем, вариантов миллион, самых разных. Помимо всё прочего, можно сделать какую-то случайную империю и так далее и тому подобное. Можно создать самому империю, буквально настроив всё-всё-всё-всё-всё. Здесь и портреты, и названия, и всё такое. Кастомизация очень широкая. То есть, здесь очень много чего можно разного выбрать. Это больше напоминает Мастеров Орион. Даже, наверное, какой-то, не знаю, там, третий. То есть, вариантов развития очень всего много. Ну, давайте мы для начала возьмём самую обычную Землю. Опять же, вариантов есть всяких миллион, но проще всего взять Землю. Выбирается размер галактики. Средняя, это 600 звёзд. Вообще, как бы, мы привыкли, что даже в Мастеров Орион, там, средняя галактика, ну, не знаю, там, 100 звёзд максимум. Здесь же 600. Форм галактики спирально-эллиптическая кольцеобразная. Здесь тоже можно выбрать количество империй противников. Насколько искусственный интеллект вообще работает. Есть угасшие империи. Это империи, у которых, там, хорошие технологии, хорошие корабли, но они не могут развиваться дальше. То есть, рано или поздно вы их всё равно захватите. Количество пригодных для жизни миров можно тут выбрать. Причём, 100% это прям вот самая такая маленькая тема. В общем, ну, и, как бы, и так далее, и тому подобное. Вариантов много. Скажу, что игра достаточно неплохо оптимизирована и грузится всё очень-очень быстро. Рассказывают вам всякие интересные истории. Это всё можно читать и так далее. И вот я, когда, знаете, загрузился сюда, увидел много-много-много разной информации, иконок. Такой, ооо, что же делать, чёрт возьми. Я здесь заблужусь и так далее и тому подобное. Но, на самом деле, проведя где-то час-полтора в игре, для меня стало всё более-менее понятно. И просто, ну, конечно, насколько это возможно по первости. Посмотрите, мы с вами начинаем здесь на планете Земля. Вот она у нас прям Земля-Земля. Качество графики, надо сказать, отменное. Вот наше Солнце, вот Юпитер, Меркурий, Марс, Уран. То есть, все наши планеты здесь даны. Естественно, если вы играете не за землян, то у вас будут там какие-то другие планеты и так далее и тому подобное. Сразу нам дают на выбор три варианта исследования. Вообще, вот эта вот панелька, она панелька быстрой информации. Здесь показывает самое, что тут происходит на нынешний момент, важное. И три ветки исследования. Это физика. Возьмём, допустим, ну, что, сеть солнечных панелей. Здесь исследование больше всего напоминает Мастеров Орион. С одной стороны. Но, с другой стороны, есть также ветки, как в Европе универсалис. То есть, вы в Европе можете, грубо говоря, учить там пехоту, флот и там государственное управление. Здесь тоже у вас получается физика, общество и технологии. Первым делом здесь изучается колониальный корабль, чтобы можно было колонизировать другие миры. Ну и здесь там, не знаю, что-нибудь минерала плюс пять. Не суть важна. Выбрали мы с вами исследование. Игра у нас стоит на паузе. Итак, давайте разберёмся, что же у нас тут болтается за космический мусор. Космические корабли у нас рядом с базой. Итак, это наш флот. Здесь всё то же самое, как в Европе универсалис. Первый флот, первая армия. Вот его военная мощь, количество кораблей. Три самых маленьких кораблика. И так же, как в Европе, можно назначать им лидера. Это у нас исследовательский корабль. Вот он, такой вот весь из себя. И инженерный строительный корабль. Это вот у нас военная... О, не военная, это верфь наша космическая, космическая база, скажем так. Здесь строятся корабли, но также здесь можно и всякие разные модули вставлять, более-менее полезные. С этим всё как бы понятно. Давайте посмотрим, что ещё сверху у нас имеется в наличии на панельке. Во-первых, это минералы, кредиты и влияние, так называемое. Здесь всё максимально, как видите, похоже именно на Европу универсалис. Кто играл, откуда что берётся, показывает, на что тратится и так далее, тому подобное. Соответственно, всё стоит денег. Любая построенная станция будет требовать энергокредита на поддержание. Минералы нужны в основном для строительства чего-либо. Ну а влияние это для найма персонала, для найма всяких там лидеров и так далее. И для общения между расами. Вот такие дела. Итак, наша задача, соответственно, сделать, чтобы у нас вот этот доход был как можно больше. И самое первое, что мы для этого можем сделать, открыть нашу с вами Землю. Посмотрите, здесь у нас есть губернатор планеты, некий. Можно издать какой-то указ. Опять же, здесь миллион всего. При помощи вот этого влияния можно усилить привлекательность миграции, ещё что-то. Вот за счёт вот этого влияния. Но самое интересное начинается вот здесь, друзья. У каждой планеты есть поверхность, так называемая. И на поверхности вы строите какие-то вещи. Вот посмотрите, здесь вот наш центр колонии. Горнодобывающий, электродобывающий, электродобывающий и пищедобывающий кластер. Для того, чтобы что-либо построить, посмотрите. Вот у нас есть здесь люди. Район пустой, не занятый. Каждый район, видите, здесь там умеренный климат, ещё что-то разные климаты. Здесь у нас там река какая-то, лесистая местность и так далее и тому подобное. Здесь у нас проживают люди. Когда начнёт увеличиваться количество населения, здесь появится такой вот прозрачный человечек. И постепенно за счёт пищи, которая у нас есть, чем больше пищи, соответственно, тем быстрее идёт развитие. Здесь всё то же самое, что в Мастеров Орионе. Будет появляться новый человек. Итак, у нас какие-то вот сейчас два человека сидят на незанятых территориях. Что мы сделаем? Мы строим здесь, как видите, здесь вот эта клетка даёт нам энергокредиты. Мы увеличиваем этот доход и строим электростанцию. Здесь же человек сидит на пищи. Мы можем с вами построить здесь гидропонную ферму, увеличить количество пищи, которое будет производить наша с вами колония. Всё. Пока свободных людей у нас нету. Здесь мы разобрались. Земля пошла работать. Военная мощь нам пока тоже не очень интересно, воевать пока не с кем. Значит, у нас есть научный корабль. И что мы делаем в первую очередь? Это мы тыкаем на любую планету и нажимаем изучить систему. Давайте снимемся с паузы. Для этого надо нажать пробел. Здесь есть три скорости. Переключаются они вот плюсик-минусик. Допустим, пока поставим обычную скорость. Как видите, наш исследовательский корабль отправляется исследовать все-все-все планеты Солнечной системы. Вот такой вот буквы ЗЮК. Окей. Дальше. Исследование началось. Теперь у нас есть, прошу прощения, строительный корабль. Но он нам пока не нужен, потому что строить нам пока с вами нечего. Нужно дождаться, пока наш исследовательский корабль что-либо исследует. Давайте пока посмотрим наверх. Вот это вот у нас прирост исследований. То есть, вот эти вот баллы нужны для исследований. У нас есть пять баллов там ежемесячно, ежегодно. О! Обнаружена аномалия на астероиде. Мы можем ее, можем вот есть риск неудачи, можем ее исследовать. Давайте отправляемся исследовать аномалию. Вот. Эти штуки нужны для того, чтобы исследовать наше с вами исследование. И вот эти вот ресурсы, не знаю как это назвать, физические исследования, их можно получить тоже в том числе построив на... Вот видите прозрачный человечек появился. Вот у нас инженерное исследование. Мы вот здесь вот можем потом построить базовый научный блок, который будет приносить нам по одному каждого вида исследований, плюс одну шестереночку за счет района. Здесь редкие ресурсы, пока мы ничего редкого не нашли. Здесь прямо контролируемые звездные системы. Здесь у нас корабли. Количество кораблей. Давайте с вами пока тут движуха происходит, обратим свое внимание на галактику. Посмотрите, вот наша галактика, вот наши объединенные нации Земли, где находятся. Мы вот видим, что рядом с нами находятся две звезды. Ага, мы обнаружили артефакты древней цивилизации. Посмотрите. В общем-то, мы обнаружить могли все что угодно, но как видите, вот что будет, если мы нажимаем на кнопочку ОК, то же самое, что в Европе универсалис, что-то происходит. Вы можете выбрать там либо одно, либо другое, и внизу будет подписано, что произойдет после этого. Но здесь мы можем только нажать ОК, грубо говоря, и все хорошо. Так, рядом с нами есть некое количество звезд, причем некоторые из этих звезд находятся в нашей зоне контроля. Вот она синенькая. Соответственно, на них мы можем строить всякие штуки и пользоваться ими по своему усмотрению. Давайте сейчас быстренько обратим внимание обратно. На астероиде Джуна мы обнаружили вот такие вот минералы. Так, что у нас еще? Все налоги. Папа-папа-пам. Ну, в общем, какая-то движуха происходит, но здесь ничего от этого мы не получаем. Выбираем наш строительный корабль, правой кнопкой тыкаем на астероид и строим здесь добывающую станцию на астероиде. Вот она у нас здесь появляется. И сейчас у нас будут добываться дополнительно плюс три минерала. Но станция стоит, по-моему, один энергокредит, соответственно, кредитов мы будем получать за это меньше. Ладно, здесь все работает, все хорошо. У нас есть рядом ажно целых, по-моему, три, ну, по крайней мере, раз, два, может быть, даже три звезды, близкие к нам, которые мы можем как-нибудь осваивать. Все, что находится в зоне вот этой вот нашей территории, мы можем строить здесь свои сборочные базы на Альфа-Центавре, в данном случае на Порционе и на звезде Бернарда. Давайте посмотрим на Альфа-Центавра, что же здесь происходит. У нас, видимо, грубо говоря, в телескоп планета исследована, и мы видим какое-то количество планет, которые более-менее пригодны для жизни. Вот самая пригодная из них, это Альфа-Центавра-2. Давайте посмотрим на нее. Насколько она пригодна, пока непонятно, но видно, что она континентальная, влажный климат. То есть здесь, в принципе, может жить наше с вами человечество. Что касается вот этой, здесь безжизненный мир, но есть еще и спутник тундровый, который можно, кстати, терраформировать. Ну, терраформировать мы пока ничего не можем, у нас это ничего не открыто пока. Здесь посмотрели, смотрим на порцион. Что у нас на порционе? Как видите, кстати, звезда класса F. Можно очень красиво посмотреть, посмотрите, как вообще анимирована звезда. Совершенно шикарно просто. Такая движуха происходит здесь. Оп. Нашли еще одну аномалию. Где-то в районе Ганимеда. Будем продолжать. Как видите, в зоне уведомлений прилетело нам уведомление о том, что что-то найдено. Окей. Посмотрите. Посмотрите, опять же, как здесь все красиво сделано. И вот на этом порционе арктический мир. Сразу звук видели. Вот, смотрите. Здесь можно будет что-то сделать. Так, мы построили между тем базу по сбору минералов. У нас сразу вместо 7 стало их 10. Ладно. Сейчас посмотрим, что там. Тем временем на Меркурии у нас открыли возможность добывать еще и энергокредиты. Для этого мы берем нашего с вами строителя и отправляем на Меркурий. Не хватает нам денежек для того, чтобы построить станцию. Подождали. Тикнул месяц или что-то там. И получилась у нас возможность строить. Вот, напоминаю наш с вами минерал. Здесь можно, собственно... Ого! В атмосфере урана было что-то найдено. Посмотрите. Получаем мы рандомный бонус на социологические исследования. То есть быстрее исследования будут проходить. Ну, как-то вот так вот это все работает. Модули. Как-то вот так вот это все работает. Исследования идут, грубо говоря. В общем-то, что происходит? Пока что у нас здесь пауза. Мы можем, в принципе, отправить, конечно, куда-то наш корабль посмотреть. Но лучше всего мы сделаем с вами вот что. Нам нужно будет построить еще один научный корабль. Для этого нам понадобится 85 минералов. Давайте ускорим все, что происходит. И нам нужно как можно быстрее накопить 85 минералов. Так, построили мы энергосборник, где, видимо, на Меркурии. А, нет, это на Земле построена очередь строительства. То, что мы с вами там собирали электричество. Вот, построено на Меркурии. И посмотрите, еще на Юпитере открыто две возможности. Тоже на Ио, по-моему, минералы. Да, и на самом Юпитере еще можно энергосборник добывать. Отлично. Отправляем мы нашего. В первую очередь, конечно, это сбор, друзья. Поэтому научный корабль немножко подождет. О, смотрите, здесь еще кое-что обнаружено. Шикарно. Мы прям всю сейчас, всю солнечную систему тут проапгрейдим. Получает наш лидер. Лидер это ученый, который сидит на нашем исследовательском корабле. Получает повышение. Быстрее будет изучать аномалии. Кстати, поговорим о лидерах. Все лидеры, они, в общем-то, абсолютно живые люди. И, соответственно, как все живые люди, они смертны. Причем, как говорил Воланд, все люди смертны. Но самое плохое в том, что они внезапно смертны. В общем, как видите, у них вот им 34 года. Ученому. И умереть он действительно может в любой момент. Если что-то произойдет. Вот здесь есть вероятность смерти. И так далее, и тому подобное. Он может попасть в какую-то катастрофу. Еще что-то может случиться. И, соответственно, придется заменять его новым. Смотрите, на Весте мы тоже открыли место для добычи минералов. И сейчас просто количество минералов, которые мы сможем собрать в Солнечной системе, будет просто нереально большим. Кстати, редко везет, когда действительно столько всего еще можно и набрать. Отлично. Все. Мы изучили Солнечную систему. И сейчас отправляем нашего изучательного корабля в сторону Альфа Центавра. Пусть он изучает планеты. Посмотрим, что там есть интересного. Между делом, построили мы еще одну станцию. И сейчас будем строить добывающие станции. Если выбрать наш строительный корабль, можно вот здесь вот справа. Это достаточно быстро происходит. Итак, нам нужно еще 76 минералов. Оп. Я сейчас включил на самый быстрый, и у меня рука, грубо говоря, лежит на пробеле. В случае чего, могу моментально все это дело тормознуть. Смотрим пока, что у нас происходит здесь. Изучает у нас Альфа Центавру наш следовательский корабль. Как видите, успел он сюда долететь. Кстати, в игре существует несколько вариантов перемещения по территориям. Это варп, это сверхсветовые скорости. То есть, это все настраивается при выборе вашей с вами расы. Так, ну что, построили мы здесь истчо, кое-чо. Давайте построим еще горнодобывающие станции. Совершенно шикарно. Когда много минералов, друзья, это очень полезно. Нам прямо здесь повезло. Так, изучили мы Альфу Центавра. Давайте посмотрим, что... Ну, сразу отправим на порцион изучать наш корабль. А между делом посмотрим, что здесь за Альфа Центавра. Пригодность 80% пригодна для жизни. Смотрите, здесь есть ядовитые водоросли, густые джунгли, вулканы и даже какая-то опасная дикая природа, друзья. Есть хищники. В общем, это всегда интересно посмотреть. Здесь у нас, я, кстати, не знаю, у нас на спутнике. Да, именно, по-моему, на спутнике. Спутник пригоден для жизни. Сам вот это для жизни не пригоден. И здесь тоже есть какая-то поверхность. Там с болотами ядовитыми, с ледниками и так далее и тому подобное. Это все можно потом расчистить. Кстати, о расчистке. Давайте посмотрим наше с вами солнышко. Нажмем на землю и посмотрим, что здесь происходит. Как дела? Движуха идет полным ходом. Я думаю, что вот здесь вот нам будет пора построить наш научный блок. Сейчас у нас человек вырастет. Вот колония у нас растет, как видите. Опять я снял с паузы. Давайте дождемся, когда у нас капнет 60. Хотя, с другой стороны, нет. Мы сейчас давайте сначала достроим наши вот эти вот каменные станции по сбору. Я думаю, что это нам будет полезнее. Так, на порционе обнаружена аномалия. Причем, самое интересное, здесь все достаточно подробно описано. Небольшая территория на поверхности планеты усеяна впечатляющими сооружениями, которые так и просят, чтобы им занялись археологи. Здесь, наверное, немножко есть вот игры космические рейнджеры. Кто играл, тот, конечно, знает. Так, построим мы еще одну добывающую станцию здесь. И у нас просто уже будет, ну, просто супер добывашки, друзья. Нам останется только на Нептуне построить еще одну добывающую станцию. Так. Парапапам, парапапам. Вот всякие интересные штуки мы получаем. Интересную информацию, касающуюся заброшенный парк развлечений. Мы получаем, как видите, 90 зелененьких изданий и 120 желтеньких инженерных. То есть, все, дело полезное. В любом случае, всегда полезно летать и изучать вот эти вот аномалии. И изучать различные звездные системы. Это очень всегда полезно. Следующая аномалия на астероиде каком-то нашлась. И сразу же продолжаем все это исследовать. Как видите, все это происходит без нашего участия в другой звездной системе. Но управлять кораблем удобно. Мы все видим, что здесь творится. Сразу же появляется. Так. Древние остатки тысяч замороженных инопланетян. Ого! Интересно. Очень интересно. Так, ну что. Здесь мы построили. И нам надо построить последнюю добывающую станцию в Солнечной системе здесь. Посмотрите. Здесь у нас появился новый проект исследовательский. Вот он. Сейчас мы попробуем. Ой. Что, я нажал? Наверное, чат. Вот. Можем ли мы его исследовать? А исследовать мы его не можем. Потому что нам нужен ученый третьего уровня. А у нас, ребята, ученый. Или пятого даже уровня. Короче говоря, наш ученый пока слабоват для того, чтобы это исследовать. К сожалению. Как видите, наша территория уже большая. И мы ждем чего? Чтобы у нас исследовался. Вот. Можно посмотреть исследование. Колониальный корабль. Таким образом мы сможем основать нашу с вами первую колонию в другой звездной системе. Так. Пара-па-пам. Ну, вот опять что-то. Мы можем исследовать обитаемые миры. А можем и не исследовать, кстати. На наш выбор. Закончилось исследование порциона. И отправляемся мы на звезду Бернарда. Кстати. Что касается звука. Есть ли варианты озвучки? К сожалению. К сожалению, нет варианта озвучки с русским языком. Увы. Но, в принципе, текст. Здесь вполне себе текст. Там все неплохо. Вот. Construction Complete. Это известно, я не знаю, еще, по-моему, 2000-2000-х годов. Все. Смотрите. Солнечная система полностью обстроена. И теперь мы можем взять наш строительный корабль. Нажать правой кнопкой на Альфа Центавр. И посмотреть, что нам надо. Можем построить здесь уже добывающие станции. Кстати, на порционе, посмотрите. Здесь у нас есть социологические исследования. Можно поставить здесь базу, которая будет производить социологические исследования. Слесняюсь спросить, конечно, какие именно социологические исследования мы будем здесь проводить. Ну, всякое бывает. Так. Я предлагаю посмотреть, сколько у нас ходов. Два месяца. У нас осталось два месяца до колониального корабля. Колониальный корабль стоит порядка 300 минералов. Поэтому я предлагаю пока, наверное, минералы поэкономить. Посмотрим мы на нашу солнечную систему. Все. Есть. Мне нравится история про планетный зоопарк. Хочу ее изучить. Итак, мы можем с вами построить колониальный корабль. 253 минерала на это нужно. Ждем, пока все это дело накопится. Между тем мы исследовали что-то. Еще можем термоядерные торпеды. Так. Все чудесно. Это у нас и следуется. Строить мы пока ничего не будем строить. Будем копить. Плюс 17. Я такого прироста не видал вообще, по-моему, никогда. Ждем 253 минерала, чтобы построить корабль. Можем пока переместиться, кстати, вот сюда на звезду Бернарда. Посмотреть, что здесь происходит. Посмотрите. Звезда класса М. Красивая. Ух. Что-то, конечно, есть в этом завораживающе. Все, изучили звезду Бернарда. Ну что, вроде весь такой ближайший космос практически изучен. Перемещаемся вот сюда. Подальше. Вот у нас Альтаир уже здесь есть, прямо на границе нашего сектора. Ой-ой-ой, друзья. Мы столкнулись с инопланетной флотилией, инопланетными кораблями. И теперь мы можем посмотреть, что же это. У них 1К мощности этих инопланетных кораблей. Вот они где-то здесь находятся. И, как видите, мощность нашей флотилии всего 67. То есть, для того, чтобы более-менее эффективно вообще противостоять этому противнику, нам надо построить большой флот. Поэтому туда мы пока что не суемся. Полетим пока на Альтаир. Так. А мы тем временем набрали уже необходимое количество и строим колониальный корабль. Он будет у нас строиться какое-то время. Между делом. И мы, кстати, можем нашими строителями на Альфа-Центавре, вот этот вот у нас не будет колонизироваться мир совершенно точно. Мы можем здесь построить добывающую станцию. Я, кстати, не знаю, когда строишь добывающую станцию и потом колонизируешь мир, пропадает все или нет. Посмотрите, мы нашли аномалию. Ну, давайте исследуем аномалию, друзья. Так. Пока Альфа-Центавр у нас добывается, мы посмотрим, как поживает наша земля. Можно ли что-то построить здесь. Так. Кремниевая форма жизни. О, боже ты мой. Он существует, питается камнями. Ну, получается, что вот рандомным образом планета получает плюс 3 к минералам. Это все, опять же, происходит абсолютно рандомно. Это могло произойти, а могло этого и не происходить. Посмотрим на нашу поверхность. Здесь у нас появляется человек-бездельник. И мы можем между делом, пользуясь случаем, во-первых, построить здесь научный блок. А во-вторых, я думаю, что пора немножко... Так, плюс 3 к питанию. Можно немножко вот здесь вот очистить наши гигантские трущобы и построить здесь потом био-какие-нибудь фермы для увеличения населения нашей с вами планеты. Так. Мы обнаружили неизвестную цивилизацию, еще не вышедшую в космос. Есть доказательства того, что она знакома с атомной энергией. Ее многочисленное рождующее государство обладает ядерным оружием. Ну, то есть, практически мы обнаружили себя. Это где, по-моему? Вот, да. Вот, посмотрите. Так, у нас проапгрейдился наш ученый. Надо посмотреть, сможет ли он изучать ту вот аномалию, которая была интересна. Так, здесь нам что нужно? Давайте термоядерный реактор построим. Дело полезно. Итак, мы с вами нашли планету, на которой обитает другая разумная жизнь. Вот, посмотрите. Здесь такие вот млекопитающие странных видов. Но у них тут уже есть какие-то примитивные фермы, примитивные фабрики. То есть, движуха происходит. Вот. Но мы можем эту планету, я так понимаю, либо колонизировать, либо что. А можем в дипломатии в какой-то с ними участвовать. Ну, я смотрю, планета не особо приспособлена для жизни. Но зато мы можем взять наш строительный корабль и построить здесь станцию наблюдения. Поиграем, знаете, в румату исторского. Так. Между делом, научный корабль. Давай-ка спросим, сможешь ли ты? Нет, пока проект не сможешь изучить. Сложновато для тебя, я так понимаю. Давайте еще раз проверим. К сожалению. Ну, блин. Вот, научный корабль. Не, ну, видимо, пока он не может это исследовать. Потому что... Да, не хватает. А, надо навык 5, а у него навык 4. Все, понятно. Все понятно, друзья. Построили мы здесь сборщик. И давайте построим еще сборщик. А, у нас пока ничего не хватает. Мы пока строим станцию наблюдения за людьми. Почти построила наша земля уже колониальный корабль. Но совсем скоро мы с вами колонизируем Альфа Центавра. Поиграем в цивилизацию. Юфу! Так, еще что-то есть. Какой-то грузовой контейнер неподалеку от газового гиганта. Давайте изучаем. Сириус у нас, кстати, засветился. Так, мы построили... Построили мы колонизационный корабль. И давайте колонизируем Альфа Центавру, друзья. Пора начать. Мне кажется. Вот какие-то... Я думаю, что интереснее все будет. О, тут какие-то редкие минералы есть. По-моему, надо колонизировать срочно, срочно. Все. Вылетает наш корабль. И когда у нас появляется колонизаторский корабль, на него тратится 8 кредитов. О, 8, да, энергокредитов на поддержку постоянно. Смотрите. Поймали мы контейнер. И получаем 164 энергокредитов на халяву. По-моему, это круто. Так, построили мы станцию наблюдения за инопланетянами здесь. Давайте поглядим, что тут. Как тут? Вот она. Пассивное наблюдение, агрессивное наблюдение, технологическое просвещение. Мы можем увеличить их. Можем продвинуть их вперед, но это будет стоить нам много чего. А так мы получаем ежемесячную прибыль. Интересно. А если мы, грубо говоря, попробуем с ними связаться? С этими товарищами? Нет. Пока никак не можем. Ну, окей. Тогда займемся лучше добычей полезных ископаемых. Это будет интереснее. Так, что? Корабль наш канализационный. Тьфу ты. Канализационный летит на Альфа Центавра. И. Раз, два, три. Елочка, гори. Все. Все, друзья. Первая колония у нас основана. И в течение каких-то 12 месяцев сейчас будет происходить само психо-канализация. Все, привет. Колонизация. Смотрим, как это все работает. Приблизимся. Интересно, там видно будет что-то? Нет? Нет. Поверхность. Пока ничего не видно. Ну, вот, как видите, наш... Колонизирует наш колонизатор. Нет, видимо, визуально это нигде не видно. Ну, что, симпатичная планета. Я бы сказал, такая моря, океаны, все дела. Окей. Что у нас здесь? Строитель построил все, что можно было построить. Давай, построю еще. Вот. Добывающие станции. Альтаир, мы сейчас на Альтаире, мы кого-то уже открыли, друзья. Вот, чувствуешь себя, знаете, таким цивилизатором. На самом деле, в космосе уже, видите, есть какие-то злобные люди. И наше влияние потихоньку расширяется. Кстати, полетим мы на Сириус изучать систему. Вот здесь видно, кто чем занимается, кто что делает. Очень хорошая, очень подробная такая тема. Так. Мы можем вот так скрыто вмешать. В общем, постепенно, видимо, с развитием мы можем больше делать. Делать больше для наших соседей драгоценных. Так. Ну что, все. Альфа Центавр почти уже готова. Развитие... Ну, пираты. Пираты, друзья. Появляются пираты. И это, кстати, проблема, потому что наш космофлот не готов. Как обычно. Для этого нам надо срочно построить кораблей, потому что 67. Во-первых, надо нанять лидера, чтобы воевать с пиратами. Рано или поздно пираты всегда появляются. Так. Кого бы нам выбрать? Прирост опыта, прирост опыта. Я думаю, кому помоложе. Помоложе, наверное. Похож на Егора Найдовича, мне кажется. Хороший человек. Давайте построим срочно еще кораблей. Где наш? Где наш здесь? Построим корветов. Два корвета. Насколько корвета стоят минералы? И на поддержку тоже тратятся минералы. Я понимаю, что, друзья, несколько сложно во всем этом разобраться сначала. Очень много всего на экране. Но на практике все управляется вот здесь вот справа. Снимаемся с паузы. Посмотрим, что здесь будет происходить. Ага. Где наш вражеский флот обнаружился? Вот он. На Аль-Таире. Все, бежим отсюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мы обнаружили чужие корабли. Вот это вот, конечно, опасно, друзья. Так, нам прилетели... Ой, мимо. Мимо нас пролетели, короче, какие-то наполнительные злобные. На земле у нас построились наши корабли. Какая мощь? 114. У нас мощь больше. Давайте атакуем враждебную флотилию. Она у нас пока уничтожает нашу базу наблюдения. Засранцы мелкие. Ничего страшного. Сейчас мы к ним прилетим. И наваляем их. Придется настроить новую станцию наблюдения. Можно прям сразу отправить наших... Так, вот, прилетели наши корабли. Давайте сделаем все помедленнее. Посмотрим, как же происходит... Ай, закрыть карту галактики. Как же происходит космический бой. Здесь снимаемся с паузы. Можем за ним следить. Вот. Вот, смотрите. Сейчас будет движуха. Сейчас начнется, сейчас начнется. Вот так вот, друзья, происходит космический бой. Пираты запустили ракеты. По идее, ну, по всем параметрам мы вроде как бы должны быть не хуже наших с вами пиратских дружбей. Но что-то как-то количество ракет, которые они запускают, мне уже страшно становится. По-моему, нашим сейчас наваляют. Ну, ладно. Буду надеяться на лучшее. У нас все-таки командир опытный. Смотрите, как движется вот этот воздушный бой. Точнее, не воздушный, космический. Самые маленькие кораблики перестреливаются. Здесь, как видите, только ракеты есть пока что. Идет во всю перестрелка. Ну, сам все космический бой не очень пока смотрится так вот, чтобы красиво. Наверное, еще сложно понять, где чьи корабли. Покуда там привыкнешь. Но бой происходит в каком-то более-менее автоматическом режиме. Возможно, здесь можно какие-то тут давать им команды, указания. Вот, можем посмотреть подробнее у корабля, что там происходит. Так, мы уничтожили уже какое-то количество противников. И потеряли два корабля. Противник потерял тоже два корабля. Но у нас кораблей, во-первых, больше. Во-вторых, видимо, корабли помощнее будут. Так, что пираты? Сдаетесь? Сейчас мы с ракетами-то вас. Стар Рэйдчест. Ну, это пираты. Вот, они типа захватывают какое-то количество наших кораблей. И вот, какие вот они. Нехорошие ребята. Сейчас потеряют они еще один рейдер. А мы, ну, надеюсь, что нет. А, вот можно, кстати, посмотреть на все эти корабли. Вот этот рейдер. Сейчас по нему буквально остается последний залп. Все. Рейдер потерян. И остается последний корабль противника. Наших трое. Причем все более-менее еще такие целые. 76 на 28, друзья. Так, а это кто? Пиратский флот в системе Альтаир. Ты что добежишь-то там нормально все? Давай, работай, работай. Не боись. Наши сейчас справятся. Боится, чувак, боится. Так, ну что. Последние залпы по противнику. Можно, я думаю, сделать побыстрее. И... И все. Наши героические друзья победили. Победили. Это отлично. Значит, смотрите, что появляется. Особый проект. Особый проект. После уничтожения пиратов остаются какие-то останки, которые надо исследовать. Вот у нас есть наш научный корабль. Мы его сюда отправляем. И пусть исследуют проект. Наш первый флот. Молодцы. Герои. Умнички. Отправляем их обратно на солнце. На ремонт. Пусть идут сюда. Так. Наш строительный строитель свалил. Смелым образом. Срочный проект мы сделали. Давай. Встрой. Танцы наблюдения здесь. Молодец. Сейчас посмотрим, что там научный проект делает. Тем не менее. Тем временем точнее. На Альфа Центавре построилось наше первое поселение. И надо думать, куда, так сказать, идти. Ничего из этого мы пока снести, уничтожить не можем. Потому что мы еще не изучили никаких специальных навыков для этого. Здесь, как видите, какой-то бетарианский камень. Дело, в общем-то, мне кажется, весьма интересное. Первый товарищ у нас здесь. Но я думаю, что нам лучше всего все-таки там будет построить шахту. Сколько у нас? Один. Одна еда всего. Надо, наверное, будет переселить сюда и построить здесь гидропонную ферму обыкновенную. Вот я думаю, так. Это будет полезно. Опять же, можно руководить здесь на поверхности. Точнее, даже не можно, а нужно. Ну, возможно, это как-то можно все автоматизировать. Но не знаю, как. Давайте промотаем. Пока наш научный корабль изучает обломки. Сейчас он пока еще сюда не пролетел. Он быстро. Надо очень быстро. Прям быстро-быстро. А ну, между делом... Так. Вот он изучает, смотрите. Изучает обломки. Что же останется у нас здесь? Починили мы наш первый флот на нашей базе. Все, наши корабли прямо теперь самые. А, изучили мы нано-композитную броню. Давайте новое исследование начнем. Вот, бетерианская электростанция. Мы, как видите, нашли бетерианские камни. Соответственно, бетерианскую электростанцию, посмотрите, она производит аж 6 энергии. Это то, что нам надо. Когда мы ее исследуем, мы сможем строить на вот этим вот редком минерале бетерианском, сможем строить очень хорошие штуки. Так, мы исследовали все, что нас интересовало здесь. И отправляем тебя исследовать в следующую звездную систему. Исследовать звезды можно абсолютно без ограничений. В отличие от мастеров Ориона, можно лететь дальше, дальше, дальше. Никаких здесь ограничений таких вот нет. А ты, между делом, давай-ка постройка у нас здесь добывающие предприятия на Альфа Центавре. И так далее, и тому подобное. Так, у нас ученые наши, это наши обычные ученые, которые изучают технологии, немножко апнулись. Давайте посмотрим, как наш. У него пока 4, к сожалению, пока не можем мы изучить вот эти органические остатки. Пока не хватает нам на это опыта. Кстати, что касается нашего флота. Здесь все, как и в игре Мастер Форион, есть конструктор судов. И мы с вами вот наш конверт, как конверт, блин, корвет, можем, видите, немножко улучшить автоматически. Можем нажать на кнопочку автоулучшения. Здесь мы тоже можем раз, добавить сюда брони. Какие стрёмные у нас кораблики. Ой, пипец, стрёмные. Мы можем, кстати, забронировать и вот это тут. Ну, ладно, это мы бронировать не будем, а вот это вот мы... Так, корвет, автокомплектация, сохранить. Добавили моему брони, он стал более бронированным. Я так понимаю. И теперь что? У нас есть, как видите, наши флотилии. Мы их можем улучшить. И, соответственно, сейчас все наши вот они корабли модернизированы. Отлично. Так, на земле мы завершили нашу очередь строительства. И что же это было, кстати, мне интересно. Наверное, вот здесь вот, да. Пора уже, мне кажется, подразгрести всякие вот эти вот места. Наверное, надо, как у нас, деньги есть, но вы держитесь. Будем очищать вот это вот место. Сейчас мы это очистим и... Ага, безработица. У нас есть безработный гражданин на земле, друзья. Ну, вот он, негодяй. Мы его сейчас пристроим. Пристроим мы его. Сейчас мы очистим трущобы и пристроим нашего гражданина, потому что он сидит и бездельничает. Сосранится эдакий. А если мы его вот сюда переместим, он будет работать? Да, он будет собирать одну еду. Но мы не отпустим его так просто. Мы сделаем здесь электростанцию 1 и пусть вот он идет сюда. Иди сюда. Все. Это, товарищ, мы победили. Короче, друзья, показал я вам все, что есть у нас здесь на первый взгляд. Мы сохраняем нашу с вами землю. Зе. Зе. Земля. Сохраняем. И, соответственно, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам эта игруха. Хотите ли вы смотреть дальше по ней какие-то летсплеи. Еще что-то. Насколько вам вообще было бы интересно в нее играть. Сейчас она продается в Стиме. Не знаю, сколько сейчас стоит. Я ее купил. Она стоила чуть меньше 500 рублей. В общем, с вами был Александр Петров. Подпишитесь на канал. Поставьте лайки. Увидимся. Пока. Пока.